Два дня назад украинская журналистка Анастасия Мельниченко опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook Post, в котором рассказала о сексуальных домогательствах, которые испытала. Она предложила и другим женщинам поделиться своими историями. Так начался флешмоб под хэштегом «Я не боюсь осказаты». Участники флешмоба – тысячи женщин, ставших жертвами насилия, которые впервые публично рассказали свои истории. Во флешмобе приняли участие и мужчины, но их значительно меньше. Откровенность украинок взорвала социальные сети, об этом написали многие украинские медиа. Каждая третья украинка была жертвой насилия, рассказала автор проекта Анастасия Мельниченко. С помощью флешмоба сухая статистика ожила, сказала Анастасия журналу «Фокус» и заговорила сотнями голосов. Призывают не бояться говорить о насилии не только украинки. В Британии женщины из проекта «Everyday Sexism» провели подобную акцию в апреле. Сотни историй о домогательствах пользовательницы Твиттера опубликовали с хэштегом «When I was – когда мне было». Парламент Германии сегодня утром принял новый закон об изнасилованиях, сообщила британская телерадиокомпания BBC в статье «Законодательство Германии об изнасиловании». Будет ли – нет означать – нет. «Закон уточняет понятие изнасилования. Теперь, согласно новому немецкому законодательству, изнасилование считается таковым, даже если жертва не оказывала физического сопротивления», пишут авторы BBC. Они, новые законы, будут принимать во внимание как физические, так и вербальные сигналы сопротивления жертвы при оценке, имело ли место изнасилование. И теоретически, если жертва сказала «нет», это может служить доказательством отсутствия согласия, а значит, может подтвердить факт изнасилования. Теперь определение изнасилования можно свести к одной фразе «нет, значит нет», пишет BBC. «Закон принят подавляющим большинством депутатов Бундестага. В целом, по стране, по данным правозащитников, пострадавшие сообщают об изнасилованиях только в 10% случаев. И лишь в 10% случаев уже из этого числа выносятся приговоры. Новый закон призван изменить ситуацию». Также упрощается процедура депортации мигрантов, совершивших подобное правонарушение, передает BBC. Авторы пишут, реформировать законодательство Германии решили после массовых нападений мужчин арабской внешности на женщин в новогоднюю ночь в Кёльне. В полицию Кёльна заявили как минимум о 516 уголовных делах по факту домогательства. Дело логично.